Я попросил сказать несколько слов о Матхаджи Ямуне. Она была очень дорога, Шили Пропаде, и то, что она сделала, это огромное служение, и то, что она сделала, это было исполнено совершенством. Когда она вышивала одежды, они выглядели просто так и божественно. А её, когда она готовила, это было так виртуозно. И проводились такие конкурсы в мире, когда сравнивали разные рецепты из разных поваренных книг. Они брали десять рецептов из каждой поваренной книги в мире. И вот из книги Матаджи и Муны все эти десять рецептов они побеждали. Я никогда не встречался с ней, но один раз не разговаривал. Она была в Сан-Франциско, когда я ещё не присоединился в Сан-Франциско. Когда она приезжала в Гамбург, я тоже не была там, я приехал несколько месяцев. Потом она была в Индии, а я был в Германии. Потом она, когда она проповедовала в Америке, я проповедовал в Ирландии. И, может быть, один или два раза мы встречались. Но Харисаури Прабху говорил, что он никогда не встречал в жизни такого человека, который был также в сознании Кришны, как Матаджи и Муна. Она никогда не пыталась играть какую-то большую роль. И никогда не пыталась быть известной женщиной. Она всё время совершала служение очень удивительным образом для Кришны. Когда она готовила, она на самом деле готовила для Кришны. Каждая картофелинка была идеально порезана. И каждая чапанди была точно сделана рукой. Одежда была совершенной, и совершенно была тилака. Всё, что она надела, было совершенно. Я не был в том доме, где она жила, но Харисаури мне рассказывал, что когда он зашёл туда, он увидел, что там всё исключительно чисто, исключительно совершенным образом организовано. Она была великой святой. И то, что она покинула нас, это великая потеря для мира. Но мы можем слушать её и читать книги, которые она написала. И можем использовать её поваренную книгу для приготовления. И попытаться научиться у неё. Мы можем учиться у людей, даже если их сейчас нет с нами. Как, например, когда мы читаем Бхагавад-гиту, мы общаемся с Кришной, хотя лично Кришна здесь не присутствует, но Он присутствует в форме Вани. И когда мы воспеваем Харе Кришна, Кришна также присутствует, как Вани. И точно так же мы можем продолжать наше общение, потому что общение Вани, наставление, важнее, чем Вапу, общение личное. Большое спасибо. Я очень был рад побыть здесь. Сейчас я уезжаю в Перль. Там буду делать то же самое. Потом еду в Телядец. Сделаю там то же самое опять. А потом вернусь опять сюда. Екатеринбург! Может быть, это будет около 2 января. 1 января я возвращаюсь в Екатеринбург, потом лечу в Индию. И после шесть недель я вернусь еще пару недель в Екатеринбург. Потом я вернусь в Тумен, и из-за того, до Новосибирск, Барнаул и Омск. И я вернусь в Екатеринбург. У меня годовая виза, то есть я в следующий раз, когда приеду в Россию, я приеду в Екатеринбург. Следующий, и если буду приезжать... Это все устроен Амада Говинда. Нам уезжать надо? У нас осталось 7 минут. Большое спасибо. Сейчас просад. Кто-то внуш? Кто-то может спеть на Новомошке?